Доброе утро, уже день, короче стояли на сане, курили, смотрим в окно, идет наша знакомая Наташа, мы сейчас кричим ей, Наташа, она есть у нас взглядом, и она понимает взгляд и видит нас, и говорит, давайте выйдем, сейчас мы выйдем и встретим ее. В доме мы с ней не виделись, мы с ней жили, кстати, в социальном жилье, около, сколько, трех месяцев или сколько, ну может даже больше, я уже сейчас не вспомню, так что давайте, ребятки, может сейчас включусь и покажу вам Наташу. Так, ребята, вышли мы на улицу, значит, а тут полный секонд-хенд, как вы можете наблюдать, диванчики, мебель, даже велосипед, даже велосипед выставили, как вы можете наблюдать, интересно, а нет, он прикручен, значит он чей-то, мне кажется, что это сумасшедший тут бегал. Ребятки уже сидим в стоматологии, сейчас ждем, когда Аню примут, сказали ожидать, там, и слуха, сейчас новости идут, там что говорится про Украину. Всем приветики еще раз, в общем, вчера мы не сняли видео об этом, ну, сегодня расскажем, были мы у стоматолога, сделал он мне этот последний зуб, вчера вообще не было никакой боли, а сегодня начал болеть. Вообще я не понимаю, почему болит, реально очень сильно, вот, не знаю, зуб был очень проблемный, не хочу вдаваться в подробности, что конкретно там у меня с ним, но надеюсь, что это пройдет, да, но беспокоит нехило. Ну, я думаю, что в любом случае мы сможем обратиться к врачу, если будет прям такая острая семья боль. Да, он сказал, да, да, он сказал. Так что... Он сказал, в любое время можно приезжать без записи, без ничего. Да, это радует. Следующий термин на июль, он сказал, что, скорее всего, поставят бесплатно коронку, но он еще точно не знает. Это очень хорошо было бы здорово, потому что, мне кажется, что здесь с этим, ну, не знаю, других стоматологиях, если не было бы на вас страховки, то, конечно, было бы... Ну, 50 евро, и у нее была страховка, но это на земле Бавария. 50, а я вообще видела за 200, я была в шоке. Я не знаю, что за пломба, но 200, мне кажется, это уже перебор. Дорого. Очень дорого, да, везде цены, там, было их разные, отличаются, не знаю, почему, кстати, так. Ну, с нас, вот, сколько раз, ну, Настя один раз была, но с нее тоже вообще не взяли ничего. И сколько раз была я, я раз 5, да, была? Угу. Из меня тоже ничего не брали, вообще ничего. То есть я просто даю АОК, свою страховку, и все. Да, они вставляют, кстати, ее, я так увидела, ты видела, как они вставляют, как будто... Не, считывают. Да, считывают. А, ну, там же чип есть, наверное, на страховке, да. И вот эта женщина взяла ее туда, поставила так, и оно как будто считалось. Ну, когда карту вы ставите, я не знаю, к аппарату этому специальному. И там тоже как будто что-то считывалось, я так понимаю, там, видимо, сумма конкретная есть, и считывается, видимо... Творческая студия, Ютуб, что ли? Что пишем, пишем, пишем. И считывается, видимо, денежка, или что, мы этого не знаем конкретно и точно не могу сказать. Да, еще вчера встретились, ну, там, первая вставка, да, Настя рассказывает, как мы знакомую нашу увидели в окне. Да, да. В общем, рассказала она нам то, что она будет уезжать в Украину. Она уже сообщила владельцу квартиры, в которой она живет, что 30 июня она ее освобождает и уезжает. Говорит, хочу закрыть все, просто все в Германии. Хочу домой, все, а? Все документы, да. Не выдерживаю. В общем, решилась. Она говорит, что она знает, что война скоро закончится. Не только она, она же говорит, что, типа, у нее там тоже люди, которые ей это все рассказывают и убеждают, что все скоро закончится. Но у нее, конечно, тоже такое состояние, говорит, не знаю, что я буду там делать в плане работы, но, говорит, все мои там, я буду там. Ну, да, я тоже так считаю, если человек здесь, во-первых, уже, как бы, в возрасте, ну, ей 57, ну, типа, это нормальный возраст. Не, ну, не то, что нормально, но одному здесь, ну, тяжело, честно говоря. Ну, у нее здесь папа жил от 30 лет, но с папой она никогда не общалась, и вот она с ним только здесь встретилась. Да, она с ним, как бы, ему под 90 лет, и он, она говорит, такой у него уже, там, старческая идет, что... Ну, да, что постоянно ссорится, да, достает. Ей хочется домой, 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 я ее понимаю. Будем с ней, конечно, связь держать, спрашивать, как у нее дела, будет складываться там. Ну, это она еще здесь будет три месяца. Да, потом мы увидим. А так она рассказывала, что... Про курсы. Про курсы еще, да, что у него не складывается с курсами, говорит, сейчас бегаю вот к девочкам, девочке. Да, вообще ничего не понятно, ничего я не успеваю. Да, говорит, что учитель курса, говорит, улыбается, даже если они что-то не понимают. Ну, говорит, ну, конечно, логично, и они не могут найти никакой общий язык, говорит, с учителем. Говорит, поэтому меня это немножко уже сюда стало, и я буду возвращаться в Украину. Ну, она давно еще хотела, но как-то не решалась, и теперь уже точно решилась. Да, такие идеальные. Будет сейчас отправлять посылками вещи, которые тут накопились, чтобы все... Ну, она же одна, как она все это вывезет? Ну, конечно. Говорит, что ей надо только три или четыре раза посылки отправлять, и уже будет уезжать. Ну, так правильно, зачем оставлять? Конечно, нужно все забирать. Тем более за такое долгое время все накопилось. Я считаю, правильно. Такие у нее дерева, она рассказала. Рассказывала, кстати, ребята, не знаю, она это всем, наверное, рассказывает, что нельзя в Германии делать привывки. Мы что, знаете, такое? Да, да, да. О, и то мы расскажем в отдельном видео ее мысли, и я там вставлю в видео, как она это говорит, возможно, если у меня получится. В общем, ребят, кем болит зуб, сейчас пойду его полоскать, и мы выставляем сейчас это видео, сейчас там будет рецептик, как я готовила вчера пасту, и сегодня еще будет у нас, конечно же, видео. Так что всем хорошего настроения, подписывайтесь на наш канал, ставьте нам лайки. Всем спасибо, всем пока-пока. Так, ребята, всем приветики. Сейчас я буду готовить нам ужин. Пасту борила с этой же фирмой, с таким вот соусом. Грибочки и сырок. Без мяса, потому что нам мясо уже просто, ну, не то, что надоело, а уже какое-то от него отвращение. Не хочется никакого мяса, хочется что-то уже такое. Конечно, тоже макароны это не совсем хорошо, но другого выбора у нас нет. Ничего мы не придумали, что нам готовить. Поэтому сделаем такую вот пасту. Так, ребята, грибы я уже порезала. Тут у меня два больших шампиньона. Сейчас их обжариваю, потом добавляю на зубчик чесночка, через чеснокодавку, а дальше включусь. Еще вода не закипела на макарон, и ждем. Так, ребятки, пасту я варю 11 минут, как это написано на упаковке, до состояния дента. Грибочки уже практически поджарились. Сейчас их чуть-чуть солю. Также, кстати, воду нужно чуть-чуть посолить в макарон. Мы сейчас будем добавлять грибам эти два зубчика чесночка. Сейчас буквально минуточку, даже полминуточки чесночок обжариваем грибами и будем добавлять этот соус. Помодора итальяна. Пармезану не хватает. Пармезану стоит очень дорого. Поэтому мы с пармезаном, у нас сыр по акции, гротинг кейзе. Добавила я этот соус. Какой-то от него запах такой неприятный. Я вам не могу передать словами. Наверное, это базилик этот специфический, поэтому все так. Сейчас макароны... Пармезанная паста доваривается и будем отправлять сюда. Добавила я сюда эту пасту. И с пастой чуть-чуть в водичке, чтобы оно было не сухим. И вообще, чтобы разбавить этот соус, потому что не уверена, что он хороший. Теперь солен соль, перец по вкусу. И сейчас будем сырок добавлять. Все. Сырок добавлен. Сейчас он расплавится. Все это на маленьком огне. Сейчас под крышечкой буквально 3 минутки. И все. Новосыр я не добавляю. Чтобы сыр остался и его не израсходовать. Дорого. Ничего, ребята, получилась такая вот паста. Теперь надо вымывать печку. Я попробовала одну макарошку вроде ничем. Сейчас я буду звать Настю, чтобы Настя пробовала. Настя! Иди попробуй. Шибко, шибко. Шнель, шнель. Шибко на польском. Быстрее. Шнеля. Или шнель. На немецком. Возьми, попробуй. Пасту. Супер рецепт. У нас обязанности Настя убирает. Что это? Боже, Настя. Ты какой-то свиняткой, малой. Печку я помою. Настя сегодня убирала. Я с ней делаю пасту. По рецепту варила. Я не могу так сразу. Попробовала, вроде соли мало, но она кисловатая. Но вообще запах у нее специфический. Ну, базилик. Ну, как что? Нормик. Скажи, можно, в принципе, вообще мясо вообще не есть. Вообще хочу от него отказаться. Мне вообще не уничтожено. Дорого и как-то непонятно. Мне понравилось. Норм? Да. Пусть готовят люди. Да, вкусно. Вон, ребята, очень просто. Я вообще удивлена. Мало времени занимает. Настя говорит, что вкусно. Теперь мне предстоит уборка. И еще я сделаю салатик. Ну, понятное дело, что это даже не на один раз. Я просто много макарон добавила. Это еще и на завтра, на обед остается. По-любому. Ребята, у нас ужин. Насыпай чего-то. Уже горит холодное. Ну, так и кто виноват, что кто-то долго собирается? В общем, паста, которую я вам показывала. Салатик. И взяли такую колу. Зеро кофеин. Хотим попробовать без кофеина. Потому что подсели на эту колу и так. А оно еще сердце от кофеина. Короче, будем пробовать. Так что тем, кто вдруг кушает и смотрит это видео, приятного аппетита.